Не так давно на базе Мэтичинской городской клинической больницы в рамках федеральной программы модернизации здравоохранения начал свою работу региональный сосудистый центр рентгенохирургии и интервенционной кардиологии. Данный центр обеспечивается новейшим оборудованием, которое позволяет не только ставить максимально точный диагноз по результатам обследования, но и поднимать пациента на ноги с наименьшим процентом осложнений от перенесенного заболевания. Сосудистый центр включает в себя несколько отделений от неврологии до реанимации. Сегодняшний выпуск будет посвящен первому из них. Неврологическое отделение для лечения больных с нарушением мозгового кровообращения было организовано на базе неврологического отделения в 2003 году. Было выделено 30 коек для лечения больных с инсультами. Уже несколько лет мы работаем по федеральным стандартам и по программе модернизации. Мытищинская больница, но в частности и наше отделение тоже, должно войти в региональный сосудистый центр. Работа неврологов Мытищинской городской клинической больницы считается наиболее тяжелой, так как пациенты, проходящие здесь лечение, пережили сложное и опасное заболевание – инсульт, которому зачастую еще и сопутствуют различные патологии. Такие пациенты требуют непрерывного внимания. Несмотря на все трудности, в 2007 году отделение неврологии было признано лучшим в Московской области. В первую очередь благодаря трудолюбию, квалифицированности и сплоченности его замечательных сотрудников. В настоящее время у нас работает три врача, два кандидата медицинских наук. Все врачи имеют категорию, все врачи прошли обучение для лечения больных с инсультами. Неврологическое отделение рассчитано на 30 коек. Здесь работает у нас младший и средний медперсонал. Младшего медперсонала 11 человек, средний медперсонал – это медсестры, их 9 человек. Все медсестры у нас имеют высшую категорию. Все у нас медсестры обучаются тому, чтобы и обучались, и сейчас обучаются тому, чтобы оказать первую квалифицированную помощь нашим пациентам, больным. Рабочий день сотрудника неврологического отделения Матищинской городской клинической больницы расписан буквально по минутам. С самого утра, как прибежим, уже начинается у нас компьютер. Все тяжелые больные обязательно должны пройти через компьютер. Они сами ходить не могут, и приходится всех их возить. Потом начинается раздача лекарств, потом кормление. Дальше у нас капельницы, обход врача. Мы также присутствуем при обходе. Какие-то назначения врача выполняем. В ближайшее время ожидается прибытие главного помощника врача – нового современного оборудования, которое уже в первые минуты поступления пациента в неврологическое отделение позволит полностью диагностировать причину его заболевания. Всем пациентам при поступлении в неврологическое отделение проводится компьютерная томография головного мозга. Для установления характера инсульта – ишемический или геморрагический, для определения размеров очага, для определения точной локализации, для того, чтобы было назначено специализированное дифференцированное лечение. Также всем пациентам берутся лабораторные показатели, общий анализ крови биохимический, протромбин и так далее. Всем пациентам проводится электрокардиография при необходимости несколько раз. И остальные методы исследования, такие как УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, проводятся по показаниям. Всем пациентам стараемся провести такое исследование, как УЗИ экстракраниальных сосудов для выявления атеросклеротических бляшек, которые могут служить причиной развития инсультов. В острой стадии инсульта выявляемость церебральных кровоизлияний при помощи компьютерного томографа составляет 98,8%, а инфарктов мозга – 78,2%. В отличие от кровоизлияний, инфаркт при томографии обнаруживается не сразу, а лишь по прошествии временного интервала от 6 до 10 часов. Инсульт – это глобальная проблема 21 века. Естественно, что его главной причиной является образ жизни человека. Инсульт поражает в основном пожилой возраст, но в последнее время намечены тенденции к омоложению инсульта. То есть инсульты встречаются в более раннем возрасте. И у нас, к сожалению, бывают даже люди 26-27 лет, которые переносят инсульты. Сегодня сотрудники неврологического отделения Матищинской городской клинической больницы делают все для того, чтобы обеспечить максимальное восстановление даже самым сложным пациентам. Именно здесь профессионалы своего дела дают шанс пациенту пережить одно из самых страшных заболеваний – инсульт. Инсульт – это обширная тема, требующая отдельного обсуждения. Здесь речь идет о классификациях, симптомах, причинах и, конечно же, о последствиях такого заболевания. Следующую программу мы посвятим именно этой теме, оставаясь в стенах неврологического отделения Матищинской городской клинической больницы. Наша программа желает вам гармонии и спокойствия. Берегите себя, ведь высшее благо медицины – это ваше здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok